Пандемия коронавируса может помочь ученым в разработке вакцины от вируса иммунодефицита человека. Людям с ВИЧ доступна лишь поддерживающая терапия, которая позволяет продлить жизнь. Как мир продвинулся в борьбе с этой опасной болезнью? Наш следующий материал. Это Фрэнсис. Он инфицирован ВИЧ. Каждое утро молодого человека начинается с приема препаратов, который помогает ему чувствовать себя лучше. О своем положительном ВИЧ-статусе он узнал, когда ему было 19 лет. Я вел беспорядочную половую жизнь. Тогда ничего не знал, а ВИЧ и СПИД. Сейчас я вижу, что не одинок в этой борьбе. Нам помогают врачи. Я надеюсь, что как можно больше людей с ВИЧ не будут бояться, а начнут лечение вовремя. На сегодня есть немало лекарств, которые применяются для борьбы с вирусом иммунодефицита человека. Но такого, чтобы позволяло полностью излечиться от него, пока, увы, не изобретено. Но над задачей профилактики болезни, а именно созданием вакцины, бьются ученые всего мира. Так, эксперты из Японии на днях заявили об успешном испытании препарата против ВИЧ. Его проводили на макаках, питающихся крабами. Для этого приматов после введения препарата заразили ВИЧ-инфекцией. В результате 6 из 7 подопытных животных не заболели. Над разработкой вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты работают и ученые из Великобритании. Если вакцина может способствовать появлению антител, есть надежда, что они смогут подавить ВИЧ до того, как он распространится далее. Мы, безусловно, понимаем, что изобретение вакцины против ВИЧ будет самой сложной задачей, которую нам когда-либо приходилось решать. Мы не ожидаем, что это сработает на 100 или 90 процентов, так как вакцины против ковид. Но даже если мы сможем достичь 50-60 процентов, это будет успех. 70 процентов было бы потрясающим результатом. Ухудшилась ситуация с ВИЧ сейчас и в Израиле. По словам экспертов, увеличение числа заражений в стране наблюдается в последние несколько лет. Такую тенденцию медики в первую очередь связывают с увеличением числа населения, в том числе за счет прибывших из-за рубежа. В Израиле люди с положительным ВИЧ-статусом получают не только медицинское, но и социальное, а также психологическое сопровождение. Сегодня у нас мы пользуемся в основном препаратами, которых количество таблеток снижено до минимума, то есть до одной. Иногда две, это зависит от схемы. Но стандартная схема сегодня для человека без резистентности вируса, без каких-то проблем дополнительных, это одна таблетка в день. То есть комбинированная таблетка, одна в день, которая не вызывает или почти не вызывает побочных эффектов. Опасность этого вируса в том, что он может находиться в латентном состоянии в организме годы и даже десятилетия. Тоже на примере Израиля в последнее время стали бы являть носителей вируса из нетрадиционных, что ли, групп. Это гетеросексуальные люди, это люди, не употребляющие наркотиков, люди среднего и старшего возраста. Оказалось, что вирус может условно дремать в организме десятилетия, не давая о себе знать. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. В прошлом году этот диагноз был зарегистрирован у 37 миллионов человек по всему миру. Однако своевременное обнаружение, профилактика и поддерживание иммунитета благодаря препаратам позволили сократить смертность от болезни на 64% по сравнению с 2004 годом.